Доброго времени, суток, страна! В последнее время мне приходит сообщение с просьбами о том, чтобы я рассказал о том, что я играю в обзорах. И сегодня, в частности, мы поговорим немножко о гитарных приёмах, которые называются Hammer. Вы, наверное, что-то подобное уже где-то слышали. Этих уроков уже, на самом деле, достаточно много расплодилось, и, казалось бы, зачем вообще этим заниматься и снимать что-то ещё. Но большинство всяких музыкантов выходит на сцену, да, там, соло-гитарист, он стоит, и у него... Вот это вот... И у него жутко пафосное выражение лица всегда при этом. Это ужасно. И от этого нужно избавляться и искоренять подобное поведение. Поэтому было решено немножечко рассказать вам о том, что такое есть Hammer на самом деле, и как его можно органично вписывать в вашу игру. Дело в том, что Hammer можно использовать не просто для того, чтобы разнообразить ваше соло вот этим вот гнусным образом. На самом деле, приём Hammer по себе отлично вписывается в ритмическую парадигму, и всё с ним очень хорошо. Дело тут в чём? Если вы будете делать Hammer от открытой струны по отношению к той, в тональности которой вы играете фразу, у вас всё получится. Если вы будете делать хаммер от открытой струны по отношению к той, в тональности которой вы играете фразу, у вас все получится. Это очень сложно звучит, но давайте разберемся. Давайте сначала сыграем фразу быстро. Вот здесь вот у нас есть аккорд. В его основе, как я лично себе это вижу, лежит открытая струна, то есть миль, и следующая пятая на седьмом ладу, то есть прямая октава. И берем аккорд. Вот он так выглядит. Я думаю, я надеюсь, что понятно. А теперь смотрите, что мы будем делать с вами. Мы берем руку, указательный палец и любой другой, вот допустим рок, предположим, и делаем так. И в обратную сторону. Если делать это с палм-юсингом, то получается несколько интереснее, потому что кладется ладошку и звук так немножко топится. Таким образом получилась отличная разукрашечка для аккорда, который я играю в качестве основного в этом ритмическом рисунке. Такие штуки можно вытворять, в общем-то, сплошь и рядом, везде, и они не помешают вам, и будут только украшать ваши партии и делать вас на сцене самым заметным музыкантом. А это, между прочим, дорогого стоит. Вот что я вам скажу. Как еще можно применять этот интересный прием с хаммерами? Давайте посмотрим еще вот... Обратим внимание вот на такую штуку. Смотрите, если вы играете херов металл, и вы весь из себя такой тяжелый, но вы не умеете играть, ну как я, никакие сложные пассажи, то вы всегда сможете своего слушателя озадачить вот этой вот ерундой. Здесь мы опять берем рок и ставим его на третий и шестой лад. И вот эту фигурку мы играем по очереди и двигаем ее как хотим. Получается очень прогрессивно и молодежно. Это можно делать просто как упражнение и развивать скорость рук. От этого хуже вам точно не станет. И в обратную сторону, соответственно. Еще вот эти вот штуки, вот эти вот хаммеры, которые мы делаем, они очень могут вам помочь и выручить вас, если вы пишете партию в нестандартном размере, и вы не знаете, как закончить квадрат, как оборвать его, как вот вместиться вот в эти странные 7, 4 или 11, и тут они обязательно придут вам на помощь. Вот посмотрите. Не то хаммер, не то легато, что-то среднее между тем и этим, для того, чтобы добиться эффекта законченности квадрата вот этого странного. И звучит очень живо и интересно. И все матрокеры довольны. Хотя матрокеры это люди странные, они вообще делают странные вещи, и я им не доверяю. Я надеюсь, что все то, что я изложил вам всем своим косноязычием, станет хоть чуть-чуть полезным, и вы возьмете гитару, потренируетесь, может быть, попробуете повторить. Во всяком случае, это действительно не помешает вам. Многим из вас. Не повредит. А вообще, подписывайтесь на наш канал, потому что чем больше будет подписок, просмотров, тем интереснее и круче материалов, последствия мы будем делать. От этого все выигрыши. Вот и все. Живите долго и нахуй едите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok